МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2019-й был объявлен президентом России Годом театра. В его рамках во всех регионах страны провели порядка 25 тысяч тематических мероприятий, открывали и новые объекты. В Карачаево-Черкесии культура в широком смысле стала доступна жителям сельской местности. За последние два года были открыты десятки новых домов культуры. В Карачаевске появился многофункциональный культурный центр имени Кайсена Кулиева. 23 школы искусств были оснащены новыми музыкальными инструментами. Актёры национальных театров повышали свой профессиональный уровень на мастер-классах от известных педагогов ГИДИСа. Одним словом, сделано было немало. Но некоторые важные и так называемые проблемные вопросы всё ещё требуют решения. Национальные театры республики вынуждены были переехать из столицы в сельские дома культуры по причине закрытия республиканского драматического театра. Ну а это неприметное здание в селе Чапаевском на самом деле именуется Дворцом культуры. Вывеска обманчива предпринимателей во дворце не поддерживают. Зато для местной интеллигенции двери открыты. Сейчас в этом здании располагаются администрации сельского поселения, но большая часть помещений стали репетиционной базой для труппы Национального карачаевского театра. Здесь находится наш склад, найдется наша аппаратура. Руководитель театра Руслан Гчаев проводит экскурсию по владениям определённым артистам во время на бессрочное пользование с лета 2018 года. В подсобках разместили декорации, кабинеты отвели под производственные цеха. Главный художник театра, он же заслуженный художник России Умар Мижев, работает над оформлением афиш. А в соседнем помещении разложена бутафория. Предметов скопилось немало. В репертуаре труппы три взрослые постановки и три детских. На сцене актёры репетируют четвёртую новую сказку «Медвежонок», которую совсем скоро увидят маленькие зрители, живущие не только в Карачаево-Черкесии, но и в соседних регионах. Карачаевский театр считается одним из старейших в республике. Фактически он был создан в 1963 году, но уже почти три десятилетия существует автономно. Номинально театр базируется в республиканской столице, но на репетиции теперь приходится ездить в соседнее село. «Нам повезло к Карачаевскому театру, рядом с городом. Правда, трудновато, само собой, но что же делать? Нам бы вот это здание, как есть, оказалось бы, где они в черте города, было бы прекрасно, потому что и зал там 300 мест в зале нас устраивает. Видите, какое фойе, гардероб, всё есть, прекрасно, но сложновато, потому что мы приезжаем сюда перед выпуском спектакля. Наш офис в Бухгалтерии, я сам где сижу, где собрание проходит, он находится в городе Черкесске. Мы застольный период читку делаем там в кабинете, а перед тем, как выпустить спектакль, где костюм уже готов, уже декорация где-то замечается, мы уже 10 дней сюда приезжаем. Здесь мы сдаём комиссию этот спектакль, а потом поехали по гастролям. И вот таким образом». А это репетиция уже Ногайского театра, к слову, самого молодого во всей России. Но в его репертуаре уже пять постановок. Режиссёрские ходы полюбившегося детской публике спектакля про героя арабских сказок Али Бабу отрабатывают на маленькой сцене сельского дома культуры в ауле Эркинхалк. В зале довольно прохладно, и артисты работают в верхней одежде, но на неудобства не жалуются. Совсем скоро им пообещали предоставить новое помещение в другом населённом пункте. «Там у нас бывший фельдско-кушельский пункт, это у нас как бы, ну, как офис это своего рода будет там, ну, пока что. Мы сейчас пока время на Эркинхалке, в этом доме культуры. Здесь, правда, немножко холодоватый, когда придёте. Ну, репетиции эти там проводим, там нормально. А 25-го, 27-го февраля, ну, говорят, что отдел Халкский дом культуры, значит, сдадут. И договорённость есть с руководством, значит, наше министерство там, значит, глава района, сельское поселение. Мы имеем договорённость, и обязательно мы туда, когда перейдём. Там, ну, новое здание, я думаю, что и настроение. Вот пока новый драмтеатр будет строиться или там ремонтироваться, вот мы будем находиться в отдел Халки. Другим национальным театрам региональный Минкуль тоже предоставил помещение в новых сельских домах культуры. Правда, Абазинский театр сейчас на репетиции не ездит. Читки нового спектакля проводят в Черкесске. Ну, на сегодняшний день условия не из самых лёгких. У нас половина театра находится здесь, в Коми профсоюзов. Здесь у нас и администрация, и читки, и пьесы у нас здесь проходят. А уже когда нужно на сцену выходить, мы ездим в Сыж, в Дом культуры, и уже на сцене там работаем. И не у всех получается постоянно ездить. У нас очень много актёров, которые приезжают и из Саула. Приходится много раз там какие-то пересадки делать. У каждого есть автомобиль. Поэтому сложная ситуация на самом деле на сегодня. По той же причине, несмотря на предоставленную площадку в новом Доме культуры в Кошхабле, труппе Черкесского театра в течение года пришлось перебирать разные площадки для репетиций в республиканской столице. В настоящий момент временное пристанище они нашли в одном из торговых центров. В связи с тем, что стационарной площадки сейчас у нас нет, лично я обращалась к разным организациям, учреждениям. Спасибо им большое, что они откликнулись, отозвались. Некоторые на платной основе, некоторые на бесплатной возмездной основе. Прежде всего, это площадка музыкального колледжа. Мы там провели очень много репетиций. Дальше у нас филармония не отказала тоже нам. Мы тоже там репетировали. Были репетиции на площадках ДК Кошхабль. Но в силу того, что артисты в основном проживают в городе, ездить неудобно получается. Но, тем не менее, перед поездкой в Старополь, у нас был пока Старополь, и мы для того, чтобы воссоздать все декорации, костюмы за неимением здесь, нам пришлось там репетировать. Дальше вот здесь – это торговый центр, в котором нам тоже предоставляют площадку, но уже на платной основе. Поэтому в разных местах, где как получается. Сейчас артисты Черкесского театра тоже занимаются читками новой пьесы. Активно репетирует только их детская студия, которая руководит заслуженной артисткой республики Тезаде Тутова. За юными артистами наблюдает и Дина Акова. Уже сейчас некоторых из ребят она отбирает для участия во взрослых постановках. Это помещение идеально подходит для работы с детьми, но вот для работы над серьёзными спектаклями оно, естественно, не предназначено. Чтобы не потерять столичного зрителя и продолжать радовать театралов даже в отсутствии постоянного помещения в городе, Черкесский театр решился на инновации. Учитывая, что нет площадок, учитывая, что неудобно чуть-чуть работать, в принципе, в комплексе ставить спектакли от начала до конца, как это должно быть, предложение было такое от режиссёра, чтобы мы работали как телеспектакль, в общем, сделали. Мы сейчас будем работать над рассказами Шукшина на черкесском языке в переводе поэта-писателя и драматурга Бимурзова Зураба. Мы за счёт телеспектаклей расширим количество наших зрителей. Если мы могли собрать, грубо говоря, 400-700 в зале человек, то за счёт телевидения мы сможем собрать в разы больше зрителей. Торговый центр, где арендует помещение Черкесский театр, находится в нескольких сотнях метров от закрытого драмтеатра. Вроде продолжают репетировать в центре города, да вот условия уже не те. Здание, бывшее домом для артистов всех национальных труп, перестало отвечать любым современным требованиям, даже с большой натяжкой. Под гнётом скорого закрытия и находящиеся в плачевном состоянии здание Республиканской филармонии. Правда, она всё ещё открывает свои двери для артистов Абазинского национального и русского театра драмы и комедии. Артисты русской театральной труппы в эти минуты проводят одну из первых репетиций своего легендарного спектакля «Он, она, окно, покойник», который они не ставили уже несколько лет, но решили вновь порадовать своего зрителя. На улице где-то ещё встречают, подходят, здороваются. Вы знаете, а вот тот спектакль, помните, «Он, она, окно, покойник», тоже была комедия и так далее, вы его не восстановите. Дело в чём? Там актёры, которые четверо, их уже нет, ну, разные там, по разным причинам. Кто-то уехал, кто-то там на пенсии и так далее. Вот если бы, вот сейчас, я думаю, почему нет? Да, вот сейчас мы находимся в здании опять нашей филармонии, которая нам уступила время для репетиции. Мы вводим четверых актёров, и я думаю, что в скором будущем, через недельку, мы уже будем готовы выйти на светильный спектакль, на зрителя. Пока что репетиции идут активно, но в скором времени филармония уже не сможет предоставлять свою площадку для театров республики. Работа этого учреждения культуры, как и драмтеатра, будет приостановлена для ремонта, хотя конкретные сроки и неизвестны. Артисты переживают уже не столько за себя, ведь если обе главные сцены республики будут закрыты на неопределённый срок, то, где принимать спектакли, приезжающие из других регионов. Было бы неправильно, если бы мы говорили, вот негде репетировать, стоять там чего-то. Нет, будем поезжать. Вот только что мне позвонили, я с Министерством культуры России договорился об обменных гастролях. Они приедут, мы пойдем. Другое дело, вот где их принимать, тех гастролирующих театров, которые приедут. В этом есть сложности. Ну, будем думать, будем просить, может быть, есть дом, дворец культуры, городской, может быть. С положением временных переселенцев национальные актёрские трупы уже свыклись. Шутят, что находятся на длительных гастролях. Правда, в родном регионе. Да и тур этот может затянуться на несколько лет. Ну а жители республиканской столицы сейчас в большей степени волнуют не условия работы для артистов, а судьба самих архитектурных объектов. Появляются слухи, что вместо обещанной реставрации, филармонию и драмтеатр могут просто-напросто снести и на их месте построить очередные торговые центры. Жители города уверены, архитектурные памятники необходимо сохранить. И ничто, кроме учреждений культуры, на их месте появиться не должно. Ну только не торговый центр. Торговый не нужен нам, у нас их так много. Я очень в глубине души надеюсь, что эти здания оставят, потому что это исторические объекты, относятся к объектам культурного наследия нашего города. И я хочу, чтобы драмтеатр остался, его хорошо отреставрировали. И филармония, ни в коем случае никаких торговых центров. Обилие торговых точек центров у нас и так имеется на сегодняшний момент в Черкесске. А такие здания, такие учреждения, как филармония, как музей, как театр, должны сохраняться, но при одном условии, что их можно будет отреставрировать и привести в современный надлежащий вид. Стоит принять во внимание, что только один снос такого грандиозного сооружения, не говоря уже о строительстве нового, обойдется не в один миллиард рублей. Такими средствами региональный бюджет объективно-то не располагает. Но не проводить репетиции, не тем более ставить спектакли или концерты в драмтеатре нельзя, условия не позволяют. За разъяснениями мы обратились в Республиканское министерство культуры, где получили категоричный ответ. Вы можете смело опровергнуть эти разговоры. Этот вопрос стоит на особом контроле у главы республики. Сейчас дано поручение Минстрою, Минкульту. Значит, мы занимаемся изменением проектно-сметной документации, потому что поручение главы было это в 2012 году, сделать проектно-сметную документацию. Мы сейчас его приводим в соответствие. И думаю, что никаких мифов этих не надо слушать. Будет официальная реконструкция действующего драматического театра. И оно запланировано в начале 2021 года. Что касается здания Республиканской филармонии, то она изменит свой облик. Но, как заверяют местные власти, на её месте не появится ни одной коммерческой фирмы. Филармонию превратят в современный и многофункциональный культурный центр с большим зрительным залом. Сама перестройка по предварительным расчётам займёт около двух лет. Но вот когда к ней приступят, вопрос открытый. Разработка проектно-сметной документации ещё ведётся. Но коллективы, работающие в филармонии, в любом случае без крыши над головой не останутся. Коллективы государственным филармониям определены, но это не говорит о том, что завтра начнётся реконструкция. Когда подойдёт время, они будут определены, и их нетворческой деятельности не помешает ничего. Что касается театров, на сегодняшний день просто им удобно здесь проводить репетиции, поэтому они попросились, мы там дали возможность репетировать. А так они определены. Транспорт будет, русский театр всё равно, или в колледже культуры и искусств будет. Отсутствие постоянных и подходящих для театров помещений в республиканской столице не отменяет госзадания, которое все национальные театры, находясь на государственных дотациях, должны выполнять. Госзадание заключается в обязательстве театров ставить спектакли в любых условиях и даже с учётом временного закрытия главной сцены республики. Потому артисты будут находить любые возможности для репетиций, как новых, так и уже узнаваемых постановок. Ведь перед требовательным и любимым зрителем в грязь лицом ударить нельзя.